МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасатели совершили более 2400 выездов. На пожарах погибло уже 11 человек. 50 человек, из которых двое детей, пострадало, а вот 235 удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее происшествие ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Первые минуты осени столичные пожарные встречали на улице Дунина Мартинкевича. В полночь с понедельника на вторник на четвертом этаже жилого дома бушевало пламя. В трехкомнатной квартире находились люди. Огнеборцы спасли из горящего жилья трех человек. Все они были госпитализированы. Серьезнее всех пострадал муж хозяйки. У 60-летнего меньчанина ожоги ног и отравление продуктами горения. По-видимому, на соседней койке в палате оказался и 63-летний брат хозяйки, а также их 40-летняя гостья. Причиной пожара стала непотушенная сигарета. К слову, все пострадавшие находились в алкогольном опьянении. Во вторник чье-то беспечное обращение с огнем оставило семью меньчан без гаража. Происшествие случилось днем на территории частного домовладения на улице Сурикова. Изначально загорелись деревянные элементы кровли. В итоге огонь охватил приличную площадь – более 20 квадратных метров кровли. Искра легко могла перекинуться и на соседние постройки. Бойцы МЧС расправились с пожаром менее чем за 15 минут. По одной из версий ЧП снова кто-то неудачно покурил. Минск чрезвычайный. Ночью со среды на четверг в столице горело сразу два гаража. В гаражно-строительном кооперативе «Тормоз-1» по улице Валпшасова вспыхнули соседние боксы. О пожаре на 101 сообщили в половину пятого утра. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно погасили пожар, который распространился на 30 квадратных метров. На это ушло менее получаса. По счастливой случайности машин в гаражах не было, но имущество полностью выгорело. Специалисты пришли к выводу, что предполагаемая причина ЧП – это поджог. Сейчас идут поиски виновника происшествия. В четверг днем в службу спасения поступило сообщение о том, что на лестничной площадке пятого этажа дома на улице Алтайской ощущается запах гари. К тому моменту, когда к месту прибыли огнеборцы, источник пожара успели обнаружить сами жильцы и потушили возгорание. В квартире, где случился пожар, работники МЧС обнаружили женщину, которая сидела на табуретке возле газовой плиты в кухне. Она находилась в бессознательном состоянии. После медики констатировали смерть женщины. В настоящее время выясняется, что случилось раньше – смерть старушки или все-таки загорание пищи на плите. Минск чрезвычайный. Конец рабочей недели пятница в столице прошел без происшествий. А вот в выходной в субботу на проспекте Независимости спасателям пришлось тушить пожар в производственном здании. Произошло это недалеко от станции метро Московская. Загоревшаяся постройка под номером 115-D располагается на территории ОАО «Агат» – электромеханический завод. На этом заводе производственные площади арендует и использует под склад «Минский дом окон». Здесь, предположительно, в результате поджога загорелась оргтехника, предназначавшаяся для утилизации. Пластмассовые корпуса системных блоков компьютеров, клавиатуры, оптические мыши. Огонь охватил в общей сложности 50 квадратных метров помещения. Виновное лицо сейчас устанавливается. Завершилась неделя в городе также без происшествий. В воскресенье в суточных сводках МЧС серьезных по своим посредствиям пожаров и ЧС не зафиксировано. В завершении я хочу напомнить, что с 1 сентября, в Международный день знаний, в Минске начался второй этап республиканской акции в Центре внимания детей. Мероприятия проходят во всех общеобразовательных учреждениях столицы. Работники МЧС проводят профилактические беседы с детьми по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций. Также спасатели рассказывают о том, как действовать в той или иной экстремальной ситуации, проводят конкурсы и познавательные викторины. Продлится второй этап акции до 15 сентября. Ну что ж, на сегодня это все. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.